Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 1 по 7 апреля 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 181 сообщение о происшествиях. Из них 16 преступлений, 11 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечен 61 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении трех мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушений общественного порядка не допущено. 5 апреля 2019 года на территории города Наринмар и поселка Искателей сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход», направленное на профилактику дорожного травматизма и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД было проверено 19 единиц транспорта, выявлено 8 административных правонарушений, проведено 7 профилактических бесед. Госавтоинспекция напоминает водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части. 1 апреля 2019 года в дежурную часть управления обратился мужчина, 72-го года рождения, с заявлением о хищении у него 35 тысяч рублей. Как он пояснил, эти деньги ему необходимо было отправить жене из поселка, где он проживает, в Наринмар, для погашения ежемесячного платежа по банковскому кредиту. С этой целью он отправил денежные средства на треколе, едущем в город, через незнакомого ему человека, взяв у него номер мобильного телефона. Но когда транспорт прибыл в город, то мужчина на связь не вышел, а его телефон оказался недоступен. Сотрудниками полиции в ходе работы по данному факту установлено, что заявитель совершил заведомо ложный донос о преступлении, которого не было. Полицейским он сообщил, что поступил так, потому что побоялся рассказать жене правду о том, что потратил эти деньги на спиртные напитки, которые употреблял в течение нескольких дней. В настоящее время по факту совершения заведомо ложного доноса проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справочно. Ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. 3 апреля 2019 года в дежурную часть окружной полиции обратилась женщина 1945 года рождения с заявлением о том, что ее банковской картой похищены денежные средства. Полицейским женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил человек, представившись консультантом одного из операторов сотовой связи, и сообщил, что к ее номеру мобильного телефона на днях подключены дополнительные услуги, и довольна ли она их качеством. На что женщина ответила, что никаких услуг не подключала и в отделение сотовой связи не обращалась. Якобы консультант предложил женщине отключить данные услуги, и для этого необходимо сообщить коды, поступившие в смс-сообщениях. Женщина, будучи уверена, что разговаривает с представителем сотовой связи, сообщила ему всю информацию, после чего с ее банковской картой произошло списание денежных средств в сумме 500 рублей, после чего она обратилась в полицию. Уважаемые жители округа, сотрудники полиции призывают не сообщать посторонним лицам ни при каких обстоятельствах коды и пароли, поступающие на ваш телефон в смс-сообщениях, реквизиты своих банковских карт. Работники организаций, включая банк, операторы сотовой связи, не вправе требовать вашу личную информацию, коды и пароли. Отдел по вопросам миграции Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг в сфере миграции через единый портал государственных и муниципальных услуг МФЦ, а также при личном посещении отдела по вопросам миграции по адресу город Наринмар, улица Ненецкая, дом 20. С помощью единого портала государственных услуг можно получить следующие услуги. Оформление паспорта гражданина Российской Федерации, оформление заграничного паспорта старого образца, оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, регистрационный учет граждан Российской Федерации, получение адресно-справочной информации, выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Чтобы получить необходимую услугу, достаточно зайти на сайт госуслуги.ру, в несколько кликов подать необходимое заявление. Для оформления документов посредством сети интернет необходимо предварительно пройти процедуру регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг. Далее потребуется подтвердить свою личность, обратившись в отдел по вопросам миграции УМВД России по Нейнскому автовому округу, либо в ближайшей МФЦ. После прохождения этапов регистрации на едином портале можно приступать к заполнению заявления на получение государственной услуги. Преимуществами получения государственных услуг посредством единого портала является то, что вы можете подать заявление в любое время суток, отсутствует необходимость распечатывать и ксерокопировать документы, нет очередей при подаче заявлений, а также при оплате государственной пошлины в личном кабинете предоставляется скидка 30%. Для выбора удобного времени для посещения подразделения по вопросам миграции на едином портале государственных и муниципальных услуг теперь есть возможность предварительной записи на прием к специалисту. Электронная запись позволяет гражданам посещать подразделения по вопросам миграции в удобные часы и значительно сокращает время ожидания в очередях. В целях предупреждения и предотвращения совершения преступлений, связанных с телефонным мошенничеством с гражданами, проходящими курс оздоровительных процедур в комплексном центре социального обслуживания, проведена профилактическая беседа, направленная на противодействие мошенничеству и вопросам профилактики данных преступлений, совершаемых в отношении граждан. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали о самых распространенных фактах мошеннических действий на территории округа и о действиях, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов. В настоящее время самыми распространенными способами хищения денежных средств у жителей округа по-прежнему являются мошенничества, совершенные дистанционным путем. Например, рекламные объявления на интернет-сайтах, в социальных сетях и путем размещения в сети сайтов-двойников. Мошенники продолжают рассылать на телефоны граждан ссылки, содержащие в себе вирусы, поражающие операционную систему смартфонов и предоставляющие злоумышленникам доступ к данным о подключенных к сим-карте услугах, хранящихся на устройстве паролях и иным персональным данным. Кроме того, полицейские акцентировали внимание граждан на внимательность и бдительность при покупке недорогих товаров с рук, а также избегать общения с незнакомыми людьми по телефону и в сети интернет. В завершение встречи гражданам продемонстрированы видеосюжеты, подготовленные сотрудниками группы информации и общественных связей Управления МВД совместно с журналистами Ненинского автономного округа и гражданами, пострадавшими от мошеннических действий. В дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу обратился мужчина, 1966 года рождения, с сообщением о том, что он пострадал от действий мошенников, перечислив им более 800 тысяч рублей. Сотрудникам полиции он рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником Следственного комитета города Москвы, сообщил, что в отношении сотрудников фирмы, в которой он через интернет несколько лет назад приобретал биологические добавки, возбуждено уголовное дело, и он имеет право на компенсацию в размере около 25 тысяч рублей, так как эти добавки оказались опасны для здоровья. А также он может в судебном порядке взыскать с виновных лиц сумму в 30 миллионов рублей. Житель Наринмара, поверив, что он разговаривает с представителем Следственного комитета, согласился подать исковое заявление. При этом он направлял на указанные ему адреса якобы необходимые для судебного разбирательства документы и оплачивал все требуемые мошенниками суммы, которые включали в себя госпошлины и другие суммы, требующиеся якобы для оформления различных документов для суда и ускорения самого судебного процесса. Для оплаты этих сумм мужчина одолжил деньги у знакомой и взял кредиты в двух банках на сумму свыше 800 тысяч рублей в общем. Следственным отделом управления по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В связи с произошедшим сотрудники полиции призывают жителей округа, особенно молодое поколение, рассказывайте своим престарелым родителям, бабушкам, дедушкам, соседям и просто знакомым о всех известных вам схемах мошенничества, о том, как нужно действовать, если им звонят незнакомые люди и просят назвать данные их банковских карт или, как в этом случае, сообщают, что они могут получить какую-либо компенсацию. Просите их, чтобы при поступлении таких звонков они звонили вам и рассказывали. Помогите своим близким не стать жертвой мошенников. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела установлено лицо, причастное к сбыту в середине марта 2019 года, наркотического средства «Гашиш». В настоящее время злоумышленник в содеянном сознался, ведутся необходимые следственные действия, по окончанию которых материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу и принятия решения. По окружную полицию обратился учащийся одного из учреждений профессионального образования Наринмара, пострадавший от действий мошенников. Полицейским он рассказал, что просматривая группы в социальной сети ВКонтакте, он увидел объявление о продаже фирменных кроссовок. Заинтересовавшись этим предложением, он написал продавцу, чтобы узнать условия оплаты и отправки товара. Молодой человек договорился с продавцом, что тот пришлет фотографию кроссовок, когда будет на почте их упаковывать. Получив эти фотографии, покупатель перевел 3700 рублей на номер банковской карты продавца, после чего ему прислали трек-номер посылки для ее отслеживания. Получив посылку, юноше стало подозрительно, что она весит больше, чем должна. И распечатав коробку, он увидел, что вместо кроссовок ему прислали бутылки с водой. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас не заказывать товары на неизвестных вам сайтах у неизвестных пользователей. Пользуйтесь только проверенными интернет-магазинами. А также сотрудники полиции напоминают, что если вы заказали посылку с объявленной ценностью, пересылаемую с наложенным платежом, то она выдается адресату после оплаты им полной суммы наложенного платежа и внесения платы за его пересылку почтовым переводом. После выдачи адресату такого почтового отправления посылка назад не принимается, сумма наложенного платежа и плата за его пересылку почтовым переводом не возвращаются. Все, на что вы имеете право в данном случае, это еще до оплаты получить информацию об адресных данных отправителя. По-другому обстоят дела, если вы получаете посылку с описью вложения. При вручении адресату такая посылка подлежит вскрытию в объекте почтовой связи в его присутствии, за исключением случаев, когда получатель сам отказывается от вскрытия, при этом делается соответствующая отметка. Если при проверке вложения оно оказывается в целости и соответствует описи, то почтовое отправление выдается адресату в установленном порядке. Но если при вскрытии посылки обнаруживается недостача, замена, полное или частичное повреждение, либо порча вложения, то почтовым работникам составляется акт, который подписывается руководителем объекта почтовой связи, почтовым работникам и адресатам. В связи с вышеизложенным стражи порядка призывают вас не заказывать товары на неизвестных сайтах или у незнакомых людей, позвонивших вам на телефон. Если вы все же решили заказать товар в интернет-магазинах с оплатой при получении, то требуйте от отправителя, чтобы к посылке была приложена опись вложения, и при получении проверяйте соответствие описи и содержимого посылки. Если ваш заказ уже находится по пути к вам, то при получении на почте проверьте наличие описи вложения, и если она отсутствует, то обязательно поинтересуйтесь об адресных данных отправителя и массе посылки. Отсутствие обратного адреса, пометка до востребования, несоответствие массы посылки заявленной может свидетельствовать о том, что, скорее всего, в посылке находится не то, что вы заказали. Проявляйте внимательность и бдительность. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ненинскому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Республике Крым установлено местонахождение мужчины 1984 года рождения, находившегося в федеральном розыске в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159 УК РФ «Мошенничество» и скрывавшегося от следствия. Злоумышленник, доставленный оперативниками из города Судака, задержан в порядке статьи 91 УК РФ и водворен в изолятор временного содержания УМВД России по Ненинскому автономному округу. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин